Друзья, я набираю группу на мастер-класс в Армении с 4 по 10 апреля. Будем заниматься живописью в красивейших местах. Будут экскурсии в музей Параджанова, к Мартиросу Сарьяну. Ну и главное, живопись. Весной, в период цветения, это большая удача. Приглашаю вас. Информация о классе выложена на моем сайте. Фигура Адама. Вы сказали, что Фешин рисовал на бумаге. Значит, бумага со временем не портится? Ну, это хрупкий материал бумага. Может быть, не было ничего под рукой у маэстро. Александр Иванов рисовал на бумаге, на картоне. Для реставраторов это большая проблема сохранять живопись. Масло на бумаге. Поэтому в наше время я рекомендую писать на холстах или на картонах. Картон, он хуже переносит влажность. Мы все это хорошо понимаем. Ученик. Появился вопрос, в каком произведении больше содержания и смысла. В картине Ге, что есть истина. В картине Михаила Врубина, Врубили демон. Или в картине Левитана над вечным покоем. Ну, это все равно, что спросить, что лучше переесть или не доспать. Или где больше истины в произведениях Пушкина или Лермонтова. Или, может быть, у Льва Толстого. А может быть, у Булгакова. Или все-таки в Библии. Истина вокруг нас, она никуда не девается. Все зависит от нашего взгляда. И от сознания, кто мы. Сегодня вы зайдете в зал Врубеля в Третьяковке. В очередной раз, может быть, в сотый подойдете к демону. И вас накроет. В этот момент вы увидите для себя. Ну, произойдут какие-то важные изменения, открытия. Потом вы спуститесь на первый этаж. И посмотрите Левитана над вечным покоем. Ничего не откроете, например, в этот раз. А через неделю придете, здесь откроете. Это процесс осознанности. Он проистекает во времени. И из разных точек к нам приходит информация, что ли. В зависимости от нашей открытости или от чистоты взгляда. Если у нас стекла запотели, мы, например, с мороза зашли в Третьяковку. И смотрим на картину Ге, что есть истина. И на Врубеля в запотевших очках. Мы мало чего увидим. Их нужно протирать. Светлана Салманова, напомните, пожалуйста, в каком видео вы рассказываете, как оформить картины малого размера в раму. Я в 948-м видео рассказываю, как я наклеиваю малый формат, холст, на жесткую поверхность. Ну, а потом уже в раму. Наверное, вы это имели в виду. Веринея Рэй начала заниматься в вашей школе живописи. Ну, вот онлайн готовлю. Пока первый урок. Несколько раз смотрела и не остановиться. Смелость появилась благодаря вам. Спасибо. У меня нет художественного образования, даже художественная школа. Нарисовала быстрый этюд. Смотрю, удивляюсь, неужели это я. Так. Да, это вы. Я очень рад тому. Впереди вас ждут очень много открытий. И так все устроено, что я сам вроде бы все знаю, но открытие происходит, происходит. В этом океане, море, очень приятно тонуть в океане открытий бесконечных. Это засасывает, как воронка, любовь к живописи. Поэтому я очень вам завидую. Коли вы посмотрели первый урок, базисный урок, следующий, тринадцатый. Посмотрите анонс и примите решение в пользу того, чтобы продолжать изучение. Тринадцатый урок о композиции в живописи, в пейзаже. Как мыслить творчески. Как из любого мотива, мы смотрим кругом, извлекать особенное, будоражащее душу. На многочисленных примерах моих работ я показываю разные мотивы, из которых извлечена эссенция моего впечатления, моих ощущений. Это очень важный урок для тех, кто хочет научиться мыслить творчески. Замечать в простом величественность нашей природы. И самое главное преобразовывать ее, используя законы композиции и нарушая их. Тринадцатый урок. Композиция в пейзаже. Татьяна Сизова, пожалуйста, скажите, можно ли в начале обучения живописи не начинать с реализма, а писать от пятна, если это приводит в восторг? Конечно же, не пренебрегая основами и рисунком. Конечно, можно, по-другому нельзя. Это самое главное в живописи. Видеть все большими кусками, большими пятнами. Превратиться, по сути, в такой сканер, который сканирует пространство. Кусок, куда мы смотрим. Вот вы на меня смотрите. Представляете, вы настроены не на 600 ДПИ, а просканировали шесть. Шесть пятен, видите, вокруг. Светленькая, темненькая, серенькая и еще какое-то там все в шесть. То есть вы ограничиваете вот это бесконечное трепыхание, мельтешение всяких цветов, сводите их до шести-восьми пятен. Для этого нужно прищуриваться. И смотрите, когда мало попадает на сетчатку света, вы видите все более целостно. И вот можно легче настроиться на эти шесть, восемь, десять, пятен. Не больше. А потом уже в нюансах разбираться. Так что поздравляю вас. Только так и нужно заниматься живописью. Только так. Это же развивает целостное видение. Подходит художник, педагог к вам в академии и говорит, не целостно, делайте целостнее. А как? Кто знает, как целостней? И вот все пять лет и потом еще пятьдесят думают, как же, что с этой живописи делать, ничего не получается. Все подходят, говорят, вроде ничего. А что такое вроде ничего? Это значит ничего. Значит не цепляет. Никто на самом деле правды не скажет, потому что все друзья. Ну, нужно же поддерживать художника. Никто не говорит плохое о художнике. В основном никто. Это чудо, когда кто-нибудь подойдет и скажет честно, там у тебя рука короткая. Но по живописи вряд ли кто-то скажет, потому что все понимают, что коллеги, профессионалы, они в поисках, они в постоянных поисках. Мы просто уважаем поиски друг друга. Другого нет. Юлия Керимова. Я все с вопросом о теплохолодности. Узнала, что есть секреты сделать краску холодной или холодней. Ну да. Например, положить рядом желтую с черной и смешать любой цвет с белилами. Если не секрет, поделитесь, пожалуйста, еще такими секретами. Какую краску положить с какой или смешать, чтобы менялось тепло на холод или наоборот. Второй вопрос, как избегать грязи в замесах. Ну вот грязь вот как раз отсюда исходит. Когда... Вот вы разделили все пространство, да? Ну видно же, что тут что-то похолоднее. Вот здесь вот, а надпись там похолоднее. Ну значит надо добавить и позеленее. Ну значит добавить в нее белила плюс там ультрамарин плюс какую-то зелень, допустим, ФЦ, чуть-чуть на чуть-чуть и замесила. Раз. Там еще что-то какой-то синенький кусочек. Ну сравнила с этим синеньким. Он поплотнее, поплотнее взяла, да? Но из этих же замесов. Тут все теплое, теплее, теплее. Но тоже с холодом. Просто на нюансе ультрамарина там или королевскую голубую. Мало. Коричневая там, вандик, например, с белилами замешиваешь. Больше. Теплее, чем этот вот. Главное научиться видеть в тоне. То есть в светлоту нужно брать точно. По возможности точнее, точнее. Холоднее это значит синюю добавлять. Разную синюю. Их там есть три-четыре, да? Разную синюю в замес. Допустим, какой-то промежуточный, средний замес, лицо. Ну, здесь очевидно, теплота. А здесь похолоднее. Значит, в тоне взяли. Плюс еще похолоднее, значит, какую-то королевскую, либо ультрамаринчику. Чуть-чуть. Чтобы был холодок. То есть теплота остается, но по сравнению с этим холоднее. Может быть, вы не удовлетворитесь моим ответом, но на классах будем встречаться. На классах будем конкретно прям вот по замесам проходить. Ну, надо просто это показывать. Или смотрите, как я пишу. На уроках тех же. На видеоуроках. Ну, я же показываю палитру и показываю, что я делаю. Какую краску с чем смешиваю. Лара Шиповский. Один художник рассказывал, что пишет маслом, купленным в аптеке. И появился вопрос. А в аптеке, например, зубную пасту продают или воду? Вы думаете, она что, другая, чем в Ашане? Зубная паста. Я не уверен. И появился вопрос. Если уж уже отвечали, то подскажите, где можно найти ответ, стоит ли экономить на материалах, когда экономия не оправдана. Ну, вот когда она совсем прям экономия, экономия. То есть берете, например, вместо профессиональной линейки масляной краски, берете студенческий. Там больше какого-нибудь порошка, Тио-2, чем пигмента. И вроде бы вес есть, краска выдавливается, а берешь ее, зачерпываешь, а цвета нет. Ну, берите экономную, но все-таки профессиональную линейку. Ну, не какую-нибудь там дорогую, шминки, швидки, а какой-нибудь мастер-класс, например. Ну, я пишу красковый мастер-класс, доволен, у меня нет проблем никаких. Что касается масла, я много раз говорил, льняного. В аптеке оно или в хозяйственном магазине разницы нет для меня, потому что я им не пользуюсь. Его и так дофига в тюбиках, поэтому ты иногда даже просто на картонку выдавливаешь, чтобы оно стекло, я не знаю, на пол. Поэтому растворитель для масляных красок без запаха или слабопахнущий, скипидар, в конце концов, используйте. И еще я пишу на таких вот тянущих грунтах. Для этого я все холсты, которые покупаю, еще прогрунтовываю один раз вот этим грунтом. Он называется латексная воднодисперсная краска. Говорят, что акриловая еще бывает матовая или суперматовая. Вот этот момент, чтобы она была матовая, очень важен, потому что мел плюс ПВА клей, ну, который состав, в этой банке белой, втягивает в себя излишки масла, да и вообще все масло, и связывает вот этот красочный слой с грунтом. Но это опять на любителей, это мне нравится такой тянущий грунт. Многие пишут на масле льняном, и кисточки моют в нем, и еще там, потому что их техника такая, она гладкая, лессировочная, а у меня такая более пастозная, и мне нравится то, что вот я делаю это все на тянущих грунтах. Екатерина Щукина, как вы собираетесь на пленэр. Насчет холстов понятно, а много ли берете красок? Они ведь тяжелые. Ну, тяжелые, да. Отдаете каким-то предпочтения или берете все тюбики с собой? Вот какие у меня есть тюбики, я их в Телеграм еще могу выложить, если вы хотите заходить, кстати, регистрируйтесь там. Я там дублирую и видео, и еще картинки показываю, и вы тоже выкладываете, так что там такой вот улей, где идет обсуждение. В чем вы их несете? В пластиковых боксах с крышкой, потом еще каждый тюбик я заворачиваю в бумажное полотенце, каждый, кладу в этот бокс пластиковый, два у меня этих бокса, и все это заматываю еще стретч-пленкой, потому что чтобы в багаже, в самолете они не болтались. Я как-то приехал на мастер-класс, не оборачивая вот эти, это первый мой был, наверное, опыт, не оборачивая каждый тюбик либо стретч-пленкой, либо бумажным полотенцем. Они попротыкали друг друга своими, они же острые, вот эти вот концы железные, и все у меня там было. Но если такое случается, если вы проткнули там несколько тюбиков вдруг, берете просто малярную ленту и заматываете вот этот конец, где проткнуто, ничего страшного особенно нет. А цвета я перечислю все еще раз в телеграм-канале, вы их прочтете, какими красками вообще я работаю. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, комментируйте видео, хотя бы одно слово напишите. Ба-ба-ба. Уже YouTube подумает, что у нас такое общение, и будет раздавать это видео, будет увеличиваться количество подписчиков. Я в этом заинтересован. Прошу вас. Каждый раз ставьте что-нибудь, лайк и... Ба-ба-ба. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok